Здравствуйте, мои дорогие любители видеоигр! Летнее игровое затишье уже стремительно подступает, казалось бы. Однако это на нашу с вами радость традиционно не касается новостей об этих самых играх. Коим никакой дачногородный сезон в общем-то нипочем. Без ложной скромности сообщаем, тех, кто пришел за хлебом и зрелищами, нам определенно будет чем обрадовать. В сегодняшнем выпуске оправдания от Бобби Котика, слухи о Вольфенштейн 3, а также, внимание, новый киберпанк-проект от поляков. Скучать тут, к слову, не принято, так что заранее налейте себе холодного кумыса и возьмите с полки вяленой конины. Ближайшие пару десятков минут будет интересно. Итак, компания Capcom последнее время зачастила созданием ремейков, в частности, речь о серии Resident Evil, конечно. Не то чтобы мы были против, отнюдь, результаты студия показывает вполне себе замечательной. Хотя и обновленную версию классической Resident Evil Code Вероника делать пока и не спешит, за что фанаты японцев справедливо периодически критикуют, и их такого рода игнор не особо устраивает. Однако возможно, что ситуация рискует измениться уже в скором времени, так как Capcom запустили специальный опрос для фанатов в попытках узнать то, насколько глубокие знания игроков вселенной той самой обители зла. Как хорошо они знают фильмы по мотивам и читают ли страницы серий игр в соцсетях. Но любопытней всего для нас, скорее то, что у игроков прямо поинтересовались, ремейк какой части им хотелось бы увидеть более всего в ближайшем будущем. Логично предположить, что впереди обновленная версия Resident Evil 5, но возможно студия подкинет какие-то неожиданные сюрпризы. В общем, ждем. 28 июня этого года состоится релиз проекта Slavic Punk All-Time, шутера с видом сверху, вдохновленного киберпанком и славянской культурой от польских разработчиков Red Square Games. Игра основана на произведениях польского писателя-фантаста Михаила Галковского, а в центре истории Янус, частный детектив, который раскрывает мутные дела, борется с могущественными корпорациями, уличными бандами, ну и собственными внутренними демонами. Разработчики представили геймплейный трейлер. В нем можно увидеть, как протагонист обнуляет врагов, используя при этом различные дополнительные способности, а также мельком взглянуть на систему развития персонажа. Игра видится очень атмосферно и напоминает многие игры в схожем сеттинге, от киберпанка до синдикейт, что от студии Starbreeze, если кто-то помнит. Боевик выходит на ПК в сервисах Steam и GOG, также ожидается порты на консоли. Информационное агентство Bloomberg поделилось информацией о том, что печально известный проект Redfall от студии Arkane был проблемным с самого начала его разработки. Сотрудникам агентства удалось побеседовать более с чем дюжиной сотрудников студии разработчика, из уст которых они узнали, что авторов игры изначально поразил тот факт, что руководство предложило концепцию мультиплеерной игры, хотя Arkane производством подобных проектов не славилась от слова совсем. На проблемы в разработке не в последнюю очередь повлияло дефицит кадров, а также недостаточная поддержка со стороны издательства Bethesda. Зарплата девелоперов была ниже среднего уровня по штату Техас, где было расположено отделение студии, а в планах издателя было добавить в Redfall невиданный доселе уровень монетизации, с последующей ориентацией на разработку долгосрочных игр-сервисов. Сотрудники Arkane надеялись на закрытие или, как минимум, перенос проекта на более поздний срок, аккурат после поглощения Zenimax, а следовательно Bethesda, компании Microsoft. Однако этого не случилось, и в итоге проект получился таким, каким мы все его, к сожалению, в итоге и увидели. Ремейк иммерсивного симулятора System Shock наконец-то вышел и получился вполне себе достойным. Разработчики из Night Dive Studio создали качественный аутентичный проект, хоть и привнеся в него минимум новизны, но зато максимально бережно переложив на новые графические рельсы элементы оригинальной игры. Однако тут есть один нюанс, и связан он с довольно, как бы это сказать, хиленьким интересом к игре. Ремейк имеет 94% положительных отзывов в Steam, что безусловно хорошо, только вот их, этих самых отзывов, всего каких-то 600 с небольшим, а пиковый онлайн на старте составил лишь 8000 игроков. Стоит ли уточнять, что это безбожно мало для игры с подобным культовым статусом и, казалось бы, приличной фанатской базой? Также у ремейка не все так радужно и на Twitch, его как будто намеренно обходят стороной. Так, в категории System Shock в районе 10 тысяч зрителей, половина из которых приходится только лишь на канал 39 DAF. Корреляция выходит довольно интересная, учитывая, что игру аудитория по большей части хвалит. Однако те немногие, кто проект все же раскритиковал, отметили непомерно высокую сложность, отсутствие старого саундтрека и не самую хорошую оптимизацию. Матеуш Канник, когда-то работавший в CD Projekt на должности гейм-директора Cyberpunk 2077 и содиректора The Witcher 3 Wild Hunt, сообщил, что учредил новую студию по разработке видеоигр в Варшаве, она получила название Blank. Помимо прочего, разработчик привлек к себе несколько талантливых коллег по цеху. Так, к коллективу вскоре присоединились Еджей Мрос и Марчин Ефимов, ранее занимавшие посты исполнительных продюсеров The Witcher и Cyberpunk. Сам Матеуш Канник с гордостью отметил, что после многих лет работы в становившейся все более консервативной игровой индустрии, парни нынче настроены создавать максимально смелые амбициозные проекты, которые в полной мере разделяют ценности сотрудников. Никаких переработок, только грамотный баланс. Акцент будет делаться не на масштабах проектов, а на сюжете и эмоциональном вовлечении. Звучит как музыка. На данный момент штат компании Blank насчитывает всего 10 человек, поэтому разработчики находятся в активном поиске грамотных специалистов. Сообщается о планах расширить коллектив до 60 человек. Дебютный проект вроде как уже создается, однако про полноценный анонс говорить пока еще рановато. Широко известно, как генеральный директор Activision мастерски умеет, что называется, делать хорошую мину при плохой игре. В частности, Бобби Котик уже неоднократно пытался скрыть очевидные проблемы и сложности внутри компании. Как мы знаем, это касается жалоб сотрудников на домогательство. Однако глава Activision решил пойти немного дальше, заявив о том, что в его компании не только никогда не было подобного рода проблем, но именно что сами сотрудники время от времени пытается дестабилизировать работу корпорация-гиганта. Мол, были проведены, все возможные расследования и системных проблем с домогательствами не было обнаружено, все это клевета и поклеп. Каких-то там плохих стереотипов, о которых долгое время писали в СМИ и в компании никогда не было и нет, как не было и попыток воспрепятствовать созданию профсоюза недовольных работников. Бобби отметил, что наоборот любит подобные объединения, но добавил, что только когда те строго следуют правилам. Такие профсоюзы бизнесмен отнюдь не уважают. Не забыл глава Activision похвалить и компанию Microsoft, разумеется, сугубо за профессиональные достижения последней. Уточнив, что его студия, безусловно, тоже хороша, в том числе и как самостоятельная единица, но в тесном единении с Microsoft совершенно точно станет гораздо успешнее. Лично мы в этом ни секунды даже и не сомневаемся. Студия Machine Games, причастная к созданию последних частей Wolfenstein, возможно, что собирается наконец заняться триквелом похождений Бласковицы в альтернативном мире победившего нацизма. Разработчики уже пару лет как занимаются игрой по мотивам Индианы Джонса, что известно официально. Однако свежая вакансия, опубликованная на портале компании Zenimax, может содержать некоторые любопытные намеки. Судя по данной информации, в студию требуется старший аниматор, имеющий опыт работы над играми от первого лица, коей проект об Индиане совершенно точно не является. Также специалист должен уметь анимировать четвероногих персонажей и существ, а я напомню, что в последних частях Вульфа такие очень даже были. Да вы и сами, вероятно, помните этих огромных металлических собак-панцерхундов, представляющих существенную угрозу для игрока. Хотелось бы думать, что третий Wolfenstein все же в осязаемых планах у студии, и вакансия открыта для работы именно над ним, так как вышедший несколько лет назад спин-офф с под заголовком Young Blood на достойное завершение истории вот прям совсем не тянет. Хидео Кодзима поделился подробностями того, как продвигаются работы над Dead Stranding 2. По словам именитого геймдизайнера, поиск актеров для озвучки все еще продолжается, и он сам принимает активное участие во всех кастингах, не доверяя подобную работу сторонним агентствам. При отборе кандидатов разработчик обращает внимание не только на качество голоса и правдоподобную игру, но и на своего рода химию и сыгранность на съемочной площадке между разными актерами и на атмосферу, что они вместе создают. Также Кодзима отметил, что в игре планируется много новых персонажей, и этот факт заставил студию искать подходящих людей дольше, чем обычно. Состоялся анонс пошаговой стратегии в духе XCOM, но в декорациях Второй мировой войны. Classfield France 44 от разработчиков Absolute Game и издателя Team17. Действие игры происходит во Франции, окутанной туманом войны и оккупированной нацистами. А игрок возьмет под свое управление отряд элитных бойцов-союзников и французских подпольщиков, которым предстоит саботировать деятельность солдат вермахта, дабы ослабить их влияние. Разработчики обещают, что в игре нас ожидает высокая вариативность прохождения. Каждое из представленных заданий, коих в игре целых 45, можно пройти различными способами. Также отмечается наличие системы морали, с ее помощью мы можем, к примеру, напугать врагов и обратить их в бегство, избежав открытого боевого столкновения. В игре будет несколько концовок, а также редактор миссий для хардкорных игроков, выход же запланирован на этот год без конкретных уточнений даты. THQ Nordic выпустила специальный подкаст, посвященный ремейку Готики, о котором информация обычно появляется не так, чтобы много, а потому вдвойне приятно. Гостями первого выпуска стали композитор Кай Розенкранс и продюсер игры Райнхард Полича, которые обсудили особенности работы над грядущим проектом. Любопытно и то, что подкаст снабдили русскими субтитрами, а доступен он не только на ютубе, но также и на сервисе Spotify. Текстовый анонс гласит следующее. Приготовьтесь к путешествию в колонию с инсайдерскими подробностями о ремейке Готики. В новом захватывающем подкасте наши коллеги раскроют закулисные подробности разработки и поделятся ранее невиданными историями. От сложности работы над обновлением классики и секретов разработки игры, до работы над озвучкой. В этом подкасте есть все. Компания Remedies кооперировалась с известным производителем термосов Iron для создания уникального в своем роде мерча по игре Alan Wake — голубых термосов с символикой OD Dino. Так называлась закусочная в мире игры, что посещает главный герой по прибытии в городок Bright Falls. Многие, вероятно, помнят, что термос был одним из внутриигровых предметов, доступных для коллекционирования. За сбор сотни таковых игроки разблокировали достижения. По словам одного из разработчиков студии, данный предмет обихода играет гораздо более важную роль в сиквеле проекта. Это и побудило команду сделать точную копию в виде мерча для преданных фанатов. Термос вмещает в себя 450 мл воды, а его внутренняя отделка выполнена из высококачественного стекла. Поступление же в продажу ожидается в сентябре этого года. По этому случаю команда выпустила анонсирующий ролик, в котором приняли участие Сэм Лейк, а также некоторые актеры, принимавшие участие в Alan Wake и Control. Студия Insomniac поподробнее раскрыла то, как будет работать система переключения между персонажами в грядущий Spider-Man 2. И обошлось тут в общем-то без особых откровений. Система будет реализована схожим с GTA 5 образом. То есть, как объяснил творческий директор студии Брайан Интихар, мы вольны переключаться между героями в открытом мире когда угодно, путем нажатия одной кнопки. У каждого из двух пауков будут как свои уникальные элементы для исследования в городе, так и общие. Однако в сюжетных миссиях свободного переключения не планируется. В них мы будем играть именно за того персонажа, за которого задумали разработчики. Также Брайан отметил, что древо навыков персонажей будут реализованы аналогично активностям в открытом мире. У каждого персонажа будет свое собственное древо прокачки, а также одно общее. Так, Питер Паркер будет больше полагаться на способности симбиоты и агрессивные методы ведения боя, а Майос Моралис больше на разные технические гаджеты. Томми Уильямс, глава отдела коммуникаций студии Konami в Соединенных Штатах, подтвердил информацию о том, что в недавно анонсированном ремейке Metal Gear Solid 3 останется оригинальная голосовая дорожка. Таким образом, студия использует несколько иной подход, нежели авторы Dead Space Remake или тех же ремейков Resident Evil, где диалоги и их озвучка были полностью переписаны. Такая информация дает пространство для размышления о том, планируют ли разработчики вообще изменять что-либо в игре, помимо графической ее составляющей? Ведь сложно себе представить, что герой окажется в новой локации, которую специально добавят в ремейк, но не произнесет какие-то новые фразы при этом. Такая реализация будет выглядеть по меньшей мере странно. Однако сложно сказать, что полное отсутствие изменений и всяких там осовремениваний в лоре и сюжете игры станет чем-то плохим для фанатов, поскольку история в оригинале Кодзимы выше всяческих похвал. А посему, вполне даже хватило бы нового движка и современных графических улучшений. А сейчас минутка рубрики Blitz. Новости игр короткой строкой. Состоялся релиз второй части саундтрека Atomic Heart. Ознакомиться с ним можно уже сейчас с помощью сервисов Spotify, Яндекс.Музыка, Apple Music, VK-музыка и YouTube. В комплекте 32 композиции, среди которых как треки музыкантов Булгров, так и Мика Гордона. На грядущей игровой выставке Ubisoft Forward 12 июня покажут много новых игр студии. В их числе проект по Аватару, новая часть The Crew, Assassin's Creed Mirage, а также анонс некоего секретного проекта компании. А вот чего точно не стоит ждать, так это ремейк описков времени, тут издателю похвастаться явно нечем. Трансляция будет показана на YouTube-канале Ubisoft, а также Twitch. А чуть ранее, 9 июня, пройдет выставка Devolva Direct, на котором издательство Devolva Digital покажет несколько своих проектов. Среди них вполне могут быть The Talos Principle 2, Wizard with a Gun, Skate Story и многие другие, в том числе не анонсированные ранее. Второй сезон сериала «Одни из нас» выйдет гораздо позже ожидаемых сроков. Причина тому — продолжающаяся забастовка сценаристов в США. По словам главы отдела драматических сериалов HBO, релиз может состояться не ранее 2025 года, так как над сценарием пока даже никто не работает. Компания Nintendo сообщила о том, что российский Nintendo eShop будет работать в ограниченном режиме. Собственно, это уже случилось с 31 мая. Теперь можно только скачивать купленные ранее игры, но покупать новые не получится. Кроме того, запрещено создавать новые учетные записи, связанные с Россией. В компании CD Projekt Red пронеслась очередная волна сокращений. Сообщается, что на сей раз студию покинет 30 сотрудников, надобность в содержании которых отпала после прекращения поддержки проекта Gwint. Также ровно столько же человек покинуло и студию разработчиков Firaxis. Представители компании-владельца 2K обосновали подобное решение необходимостью повышения эффективности компании. Судя по графику портала SteamDB, онлайн неудачного проекта The Lord of the Rings Govum опустился ниже некуда. На момент написания этого текста он составлял всего 74 человека, одновременно играющих в игру через Steam. Разработчики уже извинились за провальный запуск и пообещали исправить игру множественными обновлениями. Да вот кому они уже будут нужны — большой вопрос. Завершаем новостной цикл нашей постоянной рубрикой «Цирк с конями». YouTube-автор под ником Рыжая Шевелюра не так еще давно радовал нас приключениями культурист и актера Александра Невского в декорациях Red Dead Redemption. В нем титулованный спортсмен был шерифом и мстил блогеру BadComedian за обидные обзоры. Но главным героем свежеиспеченного видео стал Райан Гослинг. Персонаж картины Drive неким образом оказался в мире предприятия 3826, заменив тем самым протагониста майора Нечаева. И по нашему скромному мнению, вписался парень туда как влитой. Актер попозировал на фоне местных колоритных декораций, послушал классическую музыку, попялился на бабулю и, судя по всему, даже сразился с боссом, хотя этот момент, видимо, оставили для режиссерской версии. Само сражение показано не было, только лишь намек на него. Финал, как обычно, получился сильным, а в данном конкретном случае еще и очень трогательным. Теперь зрители вовсю устроят догадки, выжил герой или нет. Если вы уже смотрели ролик, оставляйте свои предположения в комментариях. А если нет, самое время, пожалуй, ознакомиться, но уж потом и в комментарии мнения писать. И на этом у нас пока все. Подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите нам свои добрые слова, пожелания и критику в комментариях. Все читаем и мотаем на ус. Также не поленитесь рассказать о нас друзьям и сделать репост в соцсети. Столь широкая глазка, в том числе, мотивирует нас активнее развивать канал и радовать вас качественным контентом. К слову, скоро мы уже вернемся с совершенно новой для нас рубрикой. А пока оставайтесь с нами, дальше будет только интересней. Субтитры сделал DimaTorzok